Сегодня, 1 января 2024 года, прекратило существование даже для тех, кто пытался искусственно держать ее на повестке, сепаратистская НКР. Распустить все государственные учреждения и организации, находящиеся в их ведомственном подчинении до 1 января 2024 года, и Республика Нагорный Карабах, Арцах, прекращает свое существование, говорилось в указе, который так называемый президент НКР Самвел Шахраманин подписал 28 сентября 2023 года. Новость, конечно, приятная, но в изрядной мере устаревшая и требующая некоторых уточнений. Сепаратистская НКР никем в мире, включая Армению, не была признана как легитимное образование. Не случайно, после выборов любых уровней на оккупированных территориях, следовали автоматам заявления международного сообщества о том, что они не признают эти выборы. Соответственно, в международной практике утвердилось определение де-факто власти НКР. Де-факто, но не де-юре. Точно такое же отношение было к Т. Н. Избранию Шахраманина президентом НКР, отмечает политолог Эльдар Намазов. Поэтому сепаратистское образование существовало только де-факто, и также де-факто оно и умерло в результате восстановления контроля азербайджанского государства над своими международно признанными территориями. Никакие изданные ими бумаги никогда не имели и не имеют легитимного характера. И чем же является в этом контексте так называемого указ Шахраманина? Только символическим жестом, своего рода венком, к могиле сепаратистского образования с надписью «От Шахраманина». Есть этот венок, нет его. Это ровным счетом ничего не меняет в факте смерти и предания земле этого очага сепаратизма, искусственно созданного на нашей территории большевиками. По мне, пусть будет, маслом кашу не испортишь, как говорится. С этим венком от Шахраманина картинка выглядит даже поэстетичнее, отмечает политический обозреватель. А в дополнение напомним, что бывший президент НКР Аркадий Гукасян, Бакос Аакян, Араик Арутюнян, бывший госминистр Рубен Варданян, экс-командующий армии обороны НКР Ливон Манацаканян, его заместитель Давид Манукян, спикер парламента Давид Ишханян, а также бывший глава МИД Давид Бабаян арестованы властями Азербайджана.